Всем привет, с вами Роман Вынуждение компании за дом брутов во время Total War кэш исторический баус играть за Юлия Цезаря но за брутов я очень давно не играл совет им отключим пушу вроде более-менее разбираюсь компания короткая и начнем пожалуй только мы, руты, истинные римляне мы спасли Рим мы изгнали царей мы создали республику наша семья заслужила уважение уважение и повиновение только мы знаем, что лучше для Рима новые земли, жизненное пространство рабы, я знаю, что надо делать греки они морщат свои напудренные носики при взгляде на римлян и они ненавидят нас и я дам им повод нас ненавидеть когда я уничтожу их римская сталь вот ответ на все вопросы римская сталь в руках брутов а остальные римские семьи сцепионы, мусор у них нет чести по сравнению с истинными римлянами снаби, юлии продают себя как уличные женщины можно подумать, народ что-то решает ха бруты должны вести рим к величию опа, и у нас сразу задание от сената аполония, мятежники брать сообщения, советы всякие так, давайте посмотрим, что у нас имеется так, два города казна в пять тысяч и доход, доход, доход финансы так, доходы так, намечено всего прогнозируемая превысть стартовая ага, то есть в следующем ходу мы можем получить только 58 монет наемников мы брать не будем слишком уж и недороги для такой вот компании не обучающей видите, денег не дадут просто так и шпиона туда отправим здесь-то нам уже он как бы без надобности а у меня есть торговля с соседними домами с нашими союзниками и пожалуй экономику надо будет поднимать для этого построим торговцы и так что у нас дают эти святилища увеличение количества товаров храм Меркурия и нам нужны солдатики о, боевые псы давайте наймем два отряда таких-то так, и ждем следующего хода Сенат вот же у него армия потом будет а как главное здесь быстро ходы-то проходят по сравнению со второй частью так, дипломатические сведения понятно ну и мы скоро к этой войне присоединимся Сенат требует жертв так, ну тут все строится на несколько ходов может налоги даже поднять так и начинаем атаку аполония аполония ну что ж он прав в восстании нам нафиг не сдались отдельно поставим конницу так их неудобно двигать стрелки сейчас я микрофон передвину как-нибудь чтоб не вот так вот так ага вот теперь карту могу двигать нормально я походу ее не перенастроил ну ладно так историчнее будет смотреться так конницу давайте сюда поставим отряды вперед уходи главное чтоб нам на пике не налететь отряды марш кто такие пистаты ну вроде у них легкое вооружение вперед пистаты где там вперед вперед так режима камеры здесь нет что только такой да а второй части есть режим камеры смели как нефиг делать у них луки что ли нет у них пики метательные дротики дротики значит так а теперь камера отпусти меня разрешаю стрелять вам значит их командиры спрятались там ну что ж давайте ага вон не пики понятно что конницу на пике то мы не кинем вот обстрелять пикино самое то вот так вперед неудобно управлять когда не видно вот так прикрыть фланги так так будем пока стрелять а наша конница пускай тогда зайдет с этой стороны надеюсь вы через центр не ломанетесь так у нас неограниченное время для битвы метатели дротиков и повстанцы капли по ополченце ну что пехоту что конницу они остановят что до них пока еще доберешься почему ты так медленно бежишь ой идешь так начинаем их окружать нам потери в войсках не нужны потому что восстанавливать их на чужой территории негде будет разрешаю применять оружие всем стойки свежие ну давайте одной волной выпустите в них все нафига в драку то полезли нафига в драку то полезли нафига в драку то полезли вперед так как не приказать тебя ударить в рукопашную так ну пейте давайте в рукопашку каком приказать то а какую а ну наконец все тут уже предрешено их командир умер слава богам вражеский полководец мертв его люди знают что их судьба решена все вам стрелять запрещено своих еще прибьете все окруженные со всех сторон они в ближнем бою такие требует от своих полководцев побед и сегодня он получил то чего требовал фаланги таких в ближнем бою плохо сражаются как правило займем поселение сразу строим деревянный чистокол так касательно серий вряд ли они будут превышать полчаса все зависит от размера сколько видео будет весить потому что здесь она весит прилично тут набираются эти греческая рыбачья деревня ну-ка иди сюда она тут все тут уже все предрешено нам надо войска установить пока не недалеко поэтому пока их отправим на переобучение блокады сиракуз я бы конечно бы за цезарей бы сыграл но с гауми воевать уже надоел по пять раз одно и то же так объявлена война это все закроем переобучить мы их не можем что ли потому что здесь такие не нанимаются для этого нам нужно будет площадка для обучения вели ты вот они и рудники доход от ноуткорного дела увеличен так рудники и пожалуй канализацию же общее здоровье у нас больше было город то крупный уже как бы эпидемии не случилось так двигаюсь к берегу их совет уберем он достроились можем дороги его построить они тоже нам чуть-чуть к торговле дадут нам-то тут торговать не с кем поэтому давайте поставим казармы и поля налоги пожалуй повысим у нас тут агент есть тайный македонский дипломат македонии могут быть хорошими союзниками против греков но торговые привилегии ну-ка отлично если информацию по карте обменяем так я не понял то есть это они нам денег дали еще информацию по карте так и не открыли мне нужно медленно поговорить с предложения почему то сами они информацию не дают но платят у нее ну и ладно ходы кончились господин ходы кончились да я понял объявлен союз теперь нам понадобится армия для войны с грецией ну задание сената выполнено нанимает так наняли да две беремы возьмем храм меркурия и тут нам уже понадобится казармы ополчения ладно пускай пока все это дело строится уже дальше чуть игра уходит и время которое затрачивается на ходы компьютера становится побольше греческое поселение в принципе возьмем почему нет ваша честь задание сената выполнено готовы поднять паруса вы едете давайте туда нам понадобится армия для того чтобы начать там действовать а паукойницу не выгодно набрать для борьбы с греками столько летуовых ударов там паучникам и еще чему такому так я сейчас посмотрел у нас это серия 15 минут на который идет уже весит как часовая серия в хуе 2 так вот здесь собран так и наук чуть снизим тогда ух ты там же наверно агенты а нет агенты высадились так у нас еще вот эта армия не пополнена ну ладно там двоих в отрядах не хватает вот этот этот отряд оставим а вот этих заберем наемники нет не можем у всех пока позволить острожил и башню возведем вот мы уже в порту там противник уже армию все подкрепления призывает три отряда в принципе справимся ух ты едить хватит я же забыл что повышенные налоги у нас недовольство вызывает приличное а вслед за ним и мятежников так казармы и рудники улучшенные здесь можем вот этих нанять и переобучить уже хорошо до следующего уровня 915 ну-ка ладно пускай пока население города там растет так и что от нас тоже сенатор распределены мы нифига не получили перед штурмом можно нанять будет наемников которых мы кинем в первую волну чтобы они там у нас и погибли все а ты изучать что там дальше творится критический дипломат так ну че можно заняться штурмом города крупный город ну что еще одну катапульту взять вот сам да мы ему таким пожалуй наемниками пускай они мучаются с этим все поехали искусственный телек там не ее под контролем что творится что я лишь мне командовать ну ладно это я уже слушал с холма то нам нормально будет их атаковать вот где слава богам подкрепление подкрепление прибыли отправьте их в бой лишите врага мужества пока они до нас доберутся где они там есть вообще не видать наемники ни хрена си восставшие откуда у них денег на наемников ну чё эти-то там тупят они идут нет я в одиночку так каковать не буду вы и начиная скорость и ждем пока не сдвинуться соизводит Муж вот эти за нами пойдут. Ага, что-то какие-то передвижения там у них. Вот они наконец показались на горизонте. Ну чё вы там полгода идёте. Ага, наконец-то обессилевшие добежали. Ну правильно в гору такую нестись. Как они вообще добрались до сюда. Фу, вот если бы мы с такой горки врагов бы атаковали, сразу бы смели. Отдайте мне контроль над ними. Ну ладно, хоть отвлекут их. А мы тем временем командира вынесем. Особая способность Клин. Чё-то там виднеется. Разогреты. Ага, они войска перестроили. Что-то дождаться пока. Они дойдут. Ты куда офицеров посылаешь вы, блин? Генерала. Так. Ну зайдите в тыл. Ну зайдите в тыл. Построение Клином увеличивает атакующую мощь соединений. Но поскольку удар по вражескому строю одновременно наносит лишь небольшое количество отрядов, обычно лучше использовать стандартное построение. Клин стоит применять для атаки на небольшие бреши во вражеском строю или на фланге. Есть определенный смысл в применении этого построения и в том случае, если сражающиеся армии почти равны. В таком случае, если при первом столкновении вы нанесете... Ну понял более-менее, что мы тут хотим. Если мы при первом столкновении нанесем как можно больше урон, то дальше нам будет... Победы можно достичь, не только убив всех вражеских солдат на поле до последнего. Вы выиграете, если заставили соматься и бежать. Когда отряд бежит, распространяется паника, и к нему присоединяются ближайшие отряды. Ручеек может стать наводнением. Убегают. Сейчас мы их клином долбанем. Убегают. Ну что, их догнать не может и на конях, что ли? Убегают. 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 Убегают... Сомниты. Семельские наёмники. Ну и куда вы уходите? Перестраиваетесь? Вы тоже пристраитесь. отличная приманка вы можете заманивать врагов в засаду оттягивать вражеские отряды от остальных войск или просто изматывать их заставляя преследовать ее они решили туда рвануть нифига себе скорость а мы им ударим в тыл вот этим как только отойдут крестьян то уж сомнете как-нибудь ну чё там творит компьютер и общение понимаю с таким преимуществом могли бы их разбить давно пошагнувшись сняли ничего с пехота то не воюет у вас есть два отряда городской стражи все победа завершен это героическая победа всего на восстановление но это про никого не потеряли а вот конница у нас там тут еще только подготавливается оператор так тут мы нанивать никого не можем каждым просто пока город увеличится зима неделя давайте построим дипломатические сведения опана вот это может быть плохо давайте начнем штурм начинаем я там утром каменные стены мы туда не можем да никуда их перекинуть мы можем с этой стороны отправить вот и значит отряд на емников сюда так и вот сюда да остальных пускай вот здесь будут начинайте здесь где их нету так давайте бегом передвигать бог что мы наемников пополнять не можем может пустить туда собачек вперед он чтоб он там весело было правда они на штыках все могут погибнуть а мы на генеральскую охрану их кинем да у нас и стрелки есть на крайняк то у вас что задавило что ли тараном башни чертова стреляют тут вообще не охраняется заходи кто хочет а нет подождите лучники наши солдаты подвели к воротам таран один из ваших отрядов попал под обстрел вражеский я знаю так а что там на емнике почти прорвали раз и двадцать наши солдаты и ворота прорвана хорошо сделали свою работу таран пробил ворота ну вперед давайте сегодня наши солдаты показали себя в город и меня пустите тут еще ничего не пала но уже все к этому готово наш таран сделался хребаные лучники это наши собачки все теперь вы отходите туда пока у них тут происходит непонятно что стрелков рвут сюда так у нас тут стрелки есть народ все дым кроме командира конечно сюда встаньте и вы тоже сюда дужда бейте их как-нибудь носится там как три сагуски пробуем как обойти то вот давайте бегом сюда шортовы пикинеры ты ты на хрена туда в бой полез а а уже пофиг вы-то уйдите вы-то уйдите вы-то уйдите здесь чертовы копий беги оттуда нафиг беги оттуда нафиг нам самое главное нам самое главное с вот этими разобраться вот эти будут захватывать центр да действительно все приходит с опытом вот этих них мы тоже потом разработаем стратегию обратите внимание один из штандартов ваших отрядов стал белым а где там пикинеры-то ну-ка давайте-ка с вот этими разберитесь и все там какое-то движение непонятное генерал их вы-то че тупите а спинам ударить ой тупые дебилы бегите давайте отключить режим перестрелки ну и все город наш уже блин а пенатые стрелки там шауражская армия подходит из стратегической карты ну что мы сейчас в городе засядем и все нас отсюда не выкурят эти войска способны выставить перед врагом смертоносную стену из копий но к сожалению с флангов и тыла фаланга чрезвычайно уязвима ей трудно развернуться и встретить атаку достаточно быстро чтобы устоять щелкните левой клавишей мыши по кнопке А как это чтобы узнать как воспользоваться этим строем потери огромные где там их генерал вон он бегает давайте быстрее вот тебе один остался остался удар бить все победа действительно героическая победа победа нет зданий ожидающих в ремонте переобучение ладно на этом пожалуй закончим всем пока увидимся в следующей серии субтитры